Мы получили это дело с тылым январским утром, когда кажется, что солнце ни за что уже не выползет из-за горизонта. Мы с напарником заканчивали ночную смену. Из тех, от которых, как я надеялась, навсегда избавлюсь, перейдя в отдел убийств. Неизбывно тоскливую, предельно бессмысленную, сплошь сводившуюся к писанине. Два подонка решили завершить свой субботний вечер танцами, используя голову третьего подонка в качестве танцпола. Причина этого решения они не могли объяснить никому, даже себе. Мы отыскали шесть свидетелей. Каждый из них был пьян в сосиску. Каждый рассказывал историю, сильно отличавшуюся от остальных пяти. И каждый считал, что нам необходимо выкинуть из головы это никому неинтересное убийство и срочно заняться расследованием по-настоящему серьезных правонарушений. Например, почему его выкинули из паба? Какого хрена ему впарили некачественную травку или с чего эта подружка решила его бросить? Когда свидетель номер шесть велел мне выяснить, почему его куколка по ходу свалила, я уже почти ответила, потому что такого кретина и гуманоидом ты не назовешь. И собралась выгнать этих шестерых говнюков на мороз, но, по счастью, у моего напарника куда больше терпения, чем у меня. Это, помимо прочего, и объясняет, почему мы работаем вместе. В конце концов, нам удалось вытянуть из четырех придурков показания, которые соответствовали бы не только друг другу, но еще и уликам с места преступления. Теперь одного из подонков ждало обвинения в убийстве, а другого в нанесении тяжких телесных повреждений. А это значит, что в каком-то смысле добро снова восторжествовало. Правда, в каком именно смысле, я понятия не имею. Мы завели на подонков уголовное дело и уселись печатать протоколы допросов и свидетельских показаний, чтобы к утру они лежали на столе у шефа. Стив сидел напротив и что-то насвистывал. Обычно, когда я слышу такое, меня так и подмывает учинить свистуну телесные повреждения средней тяжести. Но Стив насвистывает что-то очень верное, старое, полузабытое из детства. И чуть отстраненно, приглушенно. Свист прерывается, когда у него что-то не ладится с протоколом, и возобновляется стрелями и переливами, когда писанина возвращается в правильную колею. Стив, жужжение компьютеров и зимний ветер за окнами. Пустота и тишина. Отдел убийств расположен в Дублинском замке, прямо в центре города, но чуть в стороне от туристических маршрутов и модных местечек. В нашем здании стены очень толстые, даже шум утренней движухи с Дам-стрит доносится только мягким неясным гулом. Стопки отпечатанных протоколов на столах, в перемешку с фотографиями и накорябанными записками выглядят так, будто это полностью заряженные гаджеты, которые в любой момент могут быть приведены в действие. За окнами темнота постепенно сменяется предрассветной мглой. В комнате пахнет кофе и горячими батареями. В такие минуты, когда ночная смерть... Субтитры создавал DimaTorzok